Всем привет, дорогие мои друзья, игру в живом настроении, с вами Рэй и продолжаем играть в игру Кат Квест. Вот он, наш город Мургород, где мы хорошенько выспались, сохранились. Давайте-ка глянем, наверное, на карту свысока. Так, а ну-ка. Ага, мы находимся практически в самом начале игры и указывают нам на какую-то башню. Но мы коты не простачки и берем задание Кот Рыкающий. На второй уровень, правда, но ничего. Я хочу найти свою мать, умоляю, помогите. Этот кот, наверное, очень любит свою мамочку, нужно ему помочь. Мурси, если бы полностью согласен, тем более он здесь стоит рядышком. Добрый кот, мы два великих воина, пришли помочь тебе. Моя мать пропала, маг обещал мне сделать для меня поисковое заклинание. Но ему нужен особый металл, а выходить на улицу слишком страшно. И где взять этот металл? Я вам там отмечу на карте. Не рычи, добрый кот, мы найдем этот металл. Кот Рыкающий. Дополнительное задание. Ребята, еще раз напомню, на второй уровень. Так что пройдем мы его, в принципе, вообще без проблем на одном дыхании. Вот та самая пещера. Ну, чудовища там так и кишат. Искать нужный металл будет сложно. Давай сперва очистим от них пещеру. Мурси, ничего сложного здесь не будет. Мы сейчас просто с удара будем всех убивать. И найдем, в конце концов, этот металл. Ага, замечательно. Белочки. Вот так вот с ними расправляемся мы. Нет, я заберу-ка вот эти вот монетки, опыт. Маловато, конечно, дают. Ну, а что вы хотите от пещеры для второго уровня? Когда я сам уже 26-й. Так, и у нас, смотрите-ка, здесь сундучок даже есть. Что из него нам достанется? Ага, шапка. Шляпа мага. Ладно, хорошо. Сгодится, как говорится. А вот еще белочки. Последних двух сейчас добиваем. И, я думаю, задание будет выполнено. Вы находите странный металлический шлем, закопанный в грязь. Это оно? Этот жуткий шлем? Хм. Да, шлем действительно жуткий, но мне почему-то такой себе хочется. А тем более, если он будет прокачанный как раз для меня. Я бы с удовольствием подносил бы его. Эй, ты, иди сюда. Я смотрю, ты помогаешь этому чокнутому коту? Ты имеешь ввиду того рычащего селянина? Ну да, он сначала говорил что-то про голоса у него в голове, а потом вдруг, не пойми, с чего, начал жутко рычать. То есть, это рычание ненормально? Кто знает, я просто хотел вас предупредить. Пока-пока. Вот тут мне уже становится самому интересно. Может быть, это какой-нибудь вражина очередной? Вы отдаете странный шлем коту. Рррр. Ты его нашел? Да, теперь-то я развернулась. Что типа? Эм, нет, я хотел сказать, мне теперь, мне помогут найти мамочку. Ррр. В этом шлеме заключена огромная сила. Для поиска столько силы не нужно, правда ведь? Это не твое кошачье дело. Ррр. Вот твоя награда. Будет время, возвращайся. Возвращайся, у меня будут еще просьбы. Шапка следопыта первого уровня. Хорошо, давайте подождем еще, когда задание нам дадут. Читаем. Готови ритуал. Мне нужна твоя помощь для проведения ритуала поиска моей матери. Что-то здесь не чисто. О, это опять тот кот, рыкающий. Хорошо, давайте узнаем, что ему надо на этот раз. Гррр. Макс сказал, моя мама под проклятием. Чтобы снять его, надо провести котови ритуал. Гррр. Ох, как только твоя мама попала в такую передрягу. Вот тут немного кошачьей мяты. Разбросай ее возле тех кустов. Я к тебе позже пересоединюсь. Гррр. Хорошо, дополнительное задание котови ритуал. Пойдемте разбрасывать мяту. Так, это нам не помеха. Вы разбрасываете кошачью мяту вокруг куста. Еще что ли надо? И вот сюда кошачьи мяты. Хорошо. И сюда еще. И последняя щепотка кошачьей мяты. Ага, образовался треугольник. Отлично! Грр. Теперь вставай в центр треугольника. Грр. Эрр. Грр. Гррр. Грахер. Это что с ним такое случилось? Святые ягодники, уносим лапы, быстро! А куда уносить лапы-то? О-о-о-о. Это вот эти вот они меня хотят напугать? Хе-хе-хе. Мяу. О чем этот кот вообще думал? А он вообще по ходу дела не думал. Ого, смотри. Ритуальный круг разорван. И исчез к тому же. Ладно, побежали к нему обратно. Что на этот раз? Это опасно. И ты за это поплатишься. Гррр. Я понятия не имел, что так будет. Честно? Вот твоя награда. Если мне что-то понадобится, я попозже еще объявление повешу. Эээ, жилет-следопыта уровень 2. Ладно, давайте подождем, когда он даст нам третье задание. Вот оно. Круг. Уровень задания 6. Ну, конечно же, берем. У мага новые сведения о моей маме. Помогите. Хорошо, что на этот раз? Ррр. Маук еще немного продвинулся в деле. В деле освобождения моей матери, конечно. Свобода. Ты какой-то слишком подозрительный. Ты в курсе? Встретимся снаружи. Я научу вас, что делать. Ррр. Это он меня собрался еще чему-то учить. Странный ты кот, однако. Стой там. Ррр. Сойдет. Теперь обойди по часовой стрелке 3 раза. Рр. Эээ, ну ладно. 3 раза он сказал, да? Ага, значит вот такой небольшой кружок нам нужно сделать. Так, это у нас второй. И третий. А теперь против часовой стрелки 2 раза. Ты что, издеваешься? Ладно. Так, раз. Два. Вот, доволен? Очень. Смотри, работает. Ррр. Ррр. Кота, боже мой. Опять этот круг. Так, так, так. Подожди, подожди, подожди. Что тут происходит? Типишняк будет какой-то? Готовьтесь. Уже готов? Сейчас. Жду. Жду. И. Сейчас. Что-то не сработало, по-моему. Это оно? Клянусь хвостиком, что правда. Тьфе. Я-то думал. Видишь, в этот раз никаких чудовищ. Ррр. Хм. Ну, ладно. На этом все. Осталось совсем чуть-чуть, Грау. Следи за заданиями на доске, Грау. Вот твоя награда. Топор следопыта все-таки уже седьмого уровня. Это вам не хухры-мухры. Так, ну, вот оно, в принципе, и появилось. У нас задание. Давайте-ка мы, ребята, кое-что тут посмотрим сейчас с вами. Блин, у нас... Так, топор. А, кстати, неплохо, неплохо, в принципе. Но у меня есть оружие пока получше. Так что сойдет мое. Берем очередное задание, которое называется «Свобода на десятый уровень». Мак снова вышел на связь? Скорее, моя мама уже заждалась. Что-то мы какие-то тут нелепые ритуалы делаем. Это последний раз, честное слово, Граур. Я отметил нужное место, его надо зачистить. Ну, хоть на этот раз без недомолвок. То есть он сказал якобы правду, да? А тут, походу, дело совсем недалеко. Вот куда-то здесь. А, в пещеру надо идти. Хорошо, зайдем в пещеру. Она же здесь наверняка слабенького уровня. И я надеюсь... Ну вот, то самое место. Готов, напарник? Я всегда готов. Погнали. Ой, восьмой уровень. И мои любимые летающие мышки. Обожаю их колбасить. Потому что они ничего делать не умеют, кроме как летать. И там что-то делать, типа атаки. Ну, они не успевают. Опачки. Видите? Как орешки щелкают. Ну, если честно, это все не так. Они просто слабенькие уже для меня. А так бы они мне здесь дали бы жару. Все, замечательно. Так, а это у нас куда тут? А мы, кстати, с вами здесь уже были в свое время. Да-да-да, я вспомнил. А вспомнил я вот по этому сундучку. И, кстати, где вот они здесь были полукругом, здесь стоял обычный сундук. Так, очищено. Так, погоди, погоди. Святые Сурими, что происходит? Пора убираться отсюда. Хорошо. Давайте-ка выбегать нафиг отсюда. Какое-то землетрясение было. Оу-оу-оу-оу. Круг разорван. Стой. Куда ведет эта дорожка? Ну, сейчас мы и узнаем, куда она ведет. Так, кусты. И снова этот круг. Слушайте, эти круги, по-моему, когда-то мы были исчезнуты, да? А сейчас они проявляются опять. Опачки. И, по ходу дела, сейчас это все замкнется у нас в один большой треугольник. Минуточку. Это же опять тот шлем. Он ушел? Хм. Что происходит? Тихо. Гррр, я свободен. Кто? Стой. Это же... Он пропал. Мы должны срочно найти этого кота, рыкащего. Срочно. Хех. Слушайте, мы же вроде бы... Так, погоди. Эй, объяснись. Мы сняли заклятие, Но при этом кто-то очень могучий вырвался на свободу. Эээ, а ты кто вообще? Ты снял заклятие? Да, ты сам нас спросил Ох, мои усики, у меня в последнее время странные провалы в памяти И этот странный рычащий голос в моей голове То есть это мы не с тобой разговаривали все время? Ох, лапа мои и хвост, что я наделал? Если я опять услышу этот голос, я повешу задание на доску И мы зарабатываем с вами 27 уровень, шикарно Ох ты, еще одно задание у нас Так, что на этот раз? Голоса в голове на 15 уровень Сдается мне, я знаю, что вырвалось на свободу, и где оно? Да неужели? Ну-ка говори тогда Голос в моей голове называл одно имя, Дракот Он ждет тебя на котовых полях Давай, напарник, пора с этим покончить Голоса в голове, дополнительное задание Ага А что это за поля у нас, интересно, такие котовые? Я что-то не припоминаю, если честно Сейчас посмотрим И он меня там будет ждать, видите ли Ага, вот они, котовые поля Вот оно, это дух Он похож на дракона Да какого дракона? Он даже рядом не стоит Граур, вы пришли положить конец моим страданиям? Мы? О чем ты? Так, ребята, видимо, он напрашивается, чтобы я его освободил, точнее, его душу И я, как истинный давокот, не могу себе этого не позволить Вот он! Так, что такое? Что ты заморгал? Дракот заключил меня здесь Я был слишком слаб Спасибо Теперь я смогу отдохнуть Скелетный шлем мы с вами получаем О чем я и говорил Опять дракот Эй, котаны, я тут! Но котаны чхать на меня хотели И даже никто не отозвался А, нет, смотрите-ка, один стоит здесь Я так волновался Слава кота богу Все хорошо закончилось Это был скованный дух дракона У тебя, похоже, связь с драконами? Заклинатель драконов Прелесть Мур, я этому не рад Вот вам немного золота за труды Спасибо тебе большое Задание выполнено Так, ну и что же нам теперь остается делать? Вот в чем вопрос Иди ты отсюда, а? Прискакала Так, нам все показывают на этого дракона на озере В общем, надо как-то узнавать Как мы можем с вами ходить по воде? Вот это основное наше сейчас задание И давайте мы сходим сюда Потому что здесь, как видите, доска с объявлениями у нас И сейчас будем брать задание И называется оно Книга На 20 уровень Нам нужна помощь в поиске книги И ищи гида Хорошо, а где мне его искать? Если мы выясним, что это за книга Может быть, нам удастся снять проклятие? Ага, кто-то в домике Того зеленина нет дома Куда он делся? Вот его след Может, нам удастся по нему пройти Вперед Хорошо, побежали Опять куда-то нас ведут В дебри очередные Да иди ты, а? Вот доклупался Сам напросился Я не заставлял тебя на меня нападать Так, еще целая шайка здесь, а? Вот неугомонный-то, а? Хорошо Будь по-вашему Ох, вы какие Получили свое? Будете знать, как нападать Ну, этих нам не победить Видите, у них какой-то черепок загорается Я не знаю, что это означает Но они бессмертные Очень это, конечно, странно все И бьются довольно больно Что-то я его не вижу Ага, след снова нашелся Вот, уже нас ведет совсем в другую сторону Так, что тут? Хм, след ведет на запретные равнины Слушай Тут надо держать ухо востро Местные чудовища очень опасны, мяу Нет, вроде бы спускаемся пониже Кажется, мы опоздали Книга, похоже, он уже наложил на нее свою лапу Спорим, все это было только ради книги? Может, если мы повторим это задание Нам удастся остановить селянина Прежде чем он завладеет книгой? Задание выполнено? Так легко и просто все было? Хорошо Но, повторять, ребята, мы, конечно же Ничего сейчас с вами не будем Надо где-то искать нам Уровень или задание Чтобы можно было ходить по воде Вот, че Я все никак не могу найти Здесь ничего хорошего Чтобы было отмечено, по крайней мере, на карте Эх, дракончик, дракончик, а Как же мне тебя выловить-то оттуда? Ума не приложу Ну, ведь должна же быть какая-то Задачка или загадка Которую надо решить для этого Но на данный момент нам придется Вот так вот просто с вами бегать Видимо, по карте И пока на что-нибудь не наткнемся Иди-ка сюда, олух Хе, бомбанули Ладно, здесь у нас Здесь, к сожалению, ничего нету Никакого задания нам не дают Жаль Слушайте, а помните, нам говорили про башни Где нам могут всегда помочь Может быть, нам к ней сбегать? Во, вот, кстати, она Говорят, в Катгороде можно научиться ходить по воде Бляу Это что же, моей карьере спасателя придет конец? Хе-хе-хе Ребята, вот чего мы с вами и добивались А вот и Катгород Я вижу его Ну, нам придется бегать целое озеро Ну, я думаю, оно того стоит Согласитесь, да? Погнали Сейчас мы с вами научимся ходить по воде И, наверное, одолеем Второго дракона Так, а может быть не одолеем? Я не знаю, какого оно уровня Нам это не показывается Но попробовать, наверное, стоит Так, как раз тут дорожка идет О, дракончик, привет Хотя, если судить вот по этим малышам Дракончикам Бьют они довольно больно Так что, возможно, нам еще даже рано будет на него нападать Котовые поля Так, кузница, городок А вот и доска объявлений Прогулки по воде На двадцатый уровень Принимаем, конечно же Срочно необходимо научиться ходить по воде Требуется помощь Губернатор Хм Вот оно Вот, как к нам добраться до очередного дракона А вот и губернатор Так, вы пришли по объявлению Замечательно Мой первый помощник Мур Занялся изучением возможности ходить по воде И пропал Пропал? Да У нас тут завелось огромное водяное чудовище С ним надо покончить Оно уже поело всю нашу рыбу Сломалось и наши лодки Вот и смысл жить в портовом городе Если тут ни лодок нет, ни рыбы Хе-хе То есть, если мы найдем Мура Он может научить нас гулять по воде? Да Гулять по воде со мной Хе-хе Отсылки к песням Ёлки-палки Ну да ладно Ладно, напарник Пошли искать Мура Ну, а этим мы с вами займемся уже в следующей серии, ребята А вам всем спасибо за просмотр И увидимся в следующих видосиках Всем пока Удачи И до скорых встреч Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok